Богатый Шон и бедный Энди. У них абсолютно разные жизни. Один ест золотыми вилками и разбрасывается деньгами, а другой глотает слюни и зашивает последнюю одежду. Смотри в нашем новом видео «Богатый студент против бедного». Господин Шон, мы приехали в колледж. Прошу ваш личный самокат. Спасибо, Брюс. Заедь за мной в пять. Бедняга Энди вынужден всю дорогу до колледжа крутить педали. Его дом в двадцати километрах от колледжа. Чтобы добраться вовремя, он выехал затемно и уже устал. Шон гулял всю ночь в клубе самых богатых и знаменитых и теперь засыпает прямо на этом скучном предмете. А вот и подушка. Профессор Мэйзи, можете потише? Видите, господин Шон уснул. Поняла. Не будем его будить. Энди тоже хочет уснуть на занятии. Он всю ночь мыл посуду в клубе самых богатых и знаменитых. Подъем! Иначе получишь двойку в семестре. Завтра важная контрольная. Бедный Энди готовится по старинке. Он ищет информацию в книгах. Заучивает учебники наизусть. Всю ночь зубрит. И в конце концов засыпает. О нет, который час? Я уже опаздываю. Книги собирайтесь, мы идем сдавать экзамен. Богатенький Шон сладко спал всю ночь перед экзаменом. Ваш кофе, сэр. Господин Шон, вот я подготовил все ваши материалы для экзамена. Превосходно, Брюс. Можешь подавать мой лимузин. Какое доброе утро. Важный тест. Энди подготовился. У него есть незаметная шпаргалка, которую он писал всю ночь. Только бы преподаватель не заметил. Богатенький Шон тоже списывает. Но ему все ответы надиктовывают прямо в ухо. Шон нанял целый штаб ботаников и заучек, чтобы сдать этот тест. Третий вопрос, правильный ответ БСР. Что? Повторите еще раз. Понятно. Благодарю за сотрудничество. Я сдаю работу. Длинная очередь в модный клуб. В ней стоят абсолютно все. Исключений нет. Подержи-ка, Брюс. Я разберусь. Шон всемогущий. Перед ним вся очередь расступается, как море перед Моисеем. А ты идешь со мной. У богатенького Шона все схвачено. Наконец, очередь дошла и до бедняги Энди. Но он все равно не проходит. Иди домой, приятель. Не порть репутацию заведения. Ведь это клуб для таких богатых везунчиков, как Шон. Кому еще денег? Угощаю всех. Что одеть? Джинсы? Но здесь гигантская дырка. Алло, Брюс. У нас проблема. Реши ее немедленно. Господин Шон, вот ваши новые джинсы. Свежие, только сняты с подиума, пока замот в Милане. Молодец, Брюс. Отличная работа. Что одеть? Футболку? О, нет, здесь дырка. Ну что ж, придется снова ее заштопать. Эта футболка у меня еще со школы. Всего пару дырочек, а так почти как новая. Время занятий спортом. Богатенький Шон поддерживает рельеф своих мышц. Взяли штангу и вперед. А который час? Привет, да, я в зале. Как раз качаюсь. Ну хорошо, рассказывай. Брюс, идем накачаем мне ноги. Бедный Энди тоже ходит в зал. Но ему никто не помогает. О, штанга освободилась. Попробуем. Ээээ, кто-нибудь помогите. Пожалуйста. Прости, Энди, ты не платил за личного тренера. Проголодался? Богатенький Шон легко решает вопрос с едой. Нужно всего лишь позвонить в доставку. И заказать две самые дорогие и вкусные пиццы. А вот и ваш заказ. Стойте, что там у вас? Все хорошо. Пройдите со мной. Приятного аппетита, господин Шон. Энди тоже захотел поесть. Но у него свое меню. Накрываем на стол. Салфетка, чтобы не запачкаться. И новый выпуск кулинарного канала Куктастик. Ммм, какое превосходное блюдо. Аж слюнки текут. Все, спасибо, я наелся. Свидание в ресторане. А вот и спутница Шона. Ей повезло. Цветы, вино. Богатый кавалер. Выпьем за нас, дорогая. А вот и наш официант. Это Энди. И пока богатенький Шон наслаждается жизнью, бедный Энди работает две смены подряд. Превосходный вечер. Шон всем доволен. И оставляет официанту очень щедрые чаевые. Ура, вот это удача. Наконец-то я поем. Богатенький Шон иногда лично выходит в самый дорогой магазин за продуктами. Что взять? Давно я не ел тайский арбуз. И вот этот африканский ананас. Что бы еще взять? Пасту из сортов золотой муки. И еще красную икру. Ты прав, Брюс, возьму побольше. Ну все, отправляемся на кассу. А бедный Энди должен работать, чтобы позволить себе купить хотя бы хлеб. Поэтому он сидит на кассе самого дорогого магазина. Он не может позволить себе такие продукты. Дома его ждет лапша быстрого приготовления. Я ваша личная медсестра. Я здесь, чтобы сделать вашу болезнь максимально комфортной. Возьмите градусник. А теперь я измерю вам давление. У вас самая аристократическая рука из всех больных. А вот и ваше лекарство. Стоп. Сначала я проверю его. Это безопасно. Можете пить, господин Шон. Спасибо, медсестра. Хозяину уже намного лучше. Можете идти, мы вам позвоним. Бедный Энди. Лучше бы он не валил. Ведь ему никто не поможет. Алло, скорая? Приезжайте, мне очень плохо. Эта скорая не очень спешит. К беднякам скорая приезжает спустя сто лет. Странно, что Энди вообще дожил до приезда врача. Ну что, привет, больной. Из-за тебя я прервал свой обеденный перерыв. Помогите, мне очень плохо. Давай померяем тебе температуру. Моя ладонь говорит, что ты еще не умираешь. Сейчас я найду тебе лекарство. О, таблеточки. Отлично. Это мне. А тебе больной моя мятная жвачка. Мята – лучшее народное средство от всех болезней. Удачи, не умирай. Понравились наши студенты? Тогда пиши в комментариях, кто тебе понравился больше. Богатенький Шон? Или бедняга Энди? И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео про бедных и богатых на канале Трум Трум.